Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала КАЦИ ЛАЙФ. У меня в гостях профессор высшей школы экономики, в прошлом министр экономики России с 1997 по 1998 год, заместитель председателя правительства Яков Моисеевич Оренсон. Здравствуйте, Яков Моисеевич. Добрый день, добрый вечер. Спасибо большое, Яков Моисеевич, что согласился в формате записать интервью. Я в последнее время много записывал интервью с разными деятелями эпохи 90-х, с Андреем Алексеевичем Нечаевым, несколько интервью с Михаилом Шнейдером, который был помощником Егора Тимурча Гайдара, с разными другими людьми. И вот мне безусловно интересна вот эта эпоха 90-х годов. Я надеюсь, что мы сегодня с вами так подробно обсудим ее. Яков Моисеевич, вот вы возглавляли, точнее, ну правильно, вы возглавляли министерство экономики в последнем правительстве реформатор, если можно так сказать. То есть вы были министром экономики при премьер-министре Кириенко, правильно? Ну, я вообще говорю, был с ноября 91-го года по 97-й год министром. Такая была должность у меня, министр без портфеля. И потом вот с 96-го, кажется, был министром экономики. Яков Моисеевич, мой первый вопрос будет по поводу приватизации. Вот многие в России считают приватизацию несправедливой, нечестной. Просто в силу того, что вот приватизация крупных предприятий проходила через залоговые аукционы. Залоговые аукционы были накануне выборов 96-го года. Явно носили такой политический подтекст. Почему приватизация прошла так, как она прошла, и почему иностранцы не были допущены до приватизации в России? С чем это было связано? Ну, вы знаете, я не знаю ни одной страны, которая прошла приватизация, особенно в постсоветических странах, где люди были бы довольны приватизацией. Ни в Польше, ни в Словакии, ни в Чехии никто не был доволен приватизацией. Думаю, это понятно, поскольку приватизация — дело такое, когда многие люди теряют, а те, кто приобретают, те особо это не афишируют. Приватизация — это очень сложная штука. В принципе, к ней термин «справедливый» или «несправедливый» не подходит, на мой взгляд. Приватизация — всегда несколько целей. У нас в нашем случае в конце 90-го по 93-й год и позже было две ключевых цели. Первая — в России после 70 лет советской власти по существу не было практики частной собственности, и надо было каким-то образом ее возрождать. И я, никто-либо, думаю, не знает другого пути возрождения частной собственности в социалистической стране, кроме как приватизации. Это первое. Второе. Другая цель приватизации — это наполнение бюджета, конечно. Мы в 91-м году от Советского Союза получили острый дефицитный бюджет. Кроме того, так напоминаю, но внешний долг СССР, который достался России, а Россия на себя его потом взяла за то, что там урегулировали вопросы с другими республиками, бывшими СССР, границы, составлял 90 миллиардов долларов. Это минимальная оценка. Разные люди разные цифры называют. Лучше это знать, конечно, Андрей Нечаев. Он этим занимался много, но я эту цифру тоже хорошо помню. Поэтому надо было не только наладить внутреннюю жизнь страны, чтобы люди получили наконец работу. У нас здесь безработица началась после 1985 года и росла сильно, чтобы люди получали зарплату. Помните, так называемые проблемы неплатежей? Ее надо было решать. То есть был миллион проблем и макроэкономических, и таких жизненных проблем у рядовых граждан, которые надо было решать. И, конечно, решить их идеально, в принципе, невозможно. Кто-то находил, кто-то терял. Но, как мне кажется, то, что было сделано в 91-м, начиная с ноября 91-го, по конец 97-го года, по существу, позволило создать в России новую, абсолютно новую экономику, в которой появилась частная собственность, в которой появился рынок. Кроме распределения товаров, как было при социализме, появился реальный рынок товаров, появились реальные отношения между государством и населением. То есть это вся система отношений в стране. С одной стороны была сломана, с другой стороны была заново создана. Это, конечно, тяжелейшая задача. Это удар абсолютно по всем слоям населения и так далее, и так далее. На эту тему много уже написано, так что не буду это рассуждать. Но результат этого начал уже сказываться в начале 2000-х. Весь тот рост, который в нашей стране происходил в 2000-е годы, особенно после 2010 года, его основа, его база закладывалась как раз в ходу вот этой самой радикальной экономической реформы, как ее обычно называют, 91-97, начало 1998 года. Тяжелейшая задача, трудная, сложная, социально опасная. Но так или иначе работа была сделана. И, конечно, гигантскую роль сыграли Ельцин, Гайдар, Чубайс и вся вот та команда, которая этим занималась. Яков Моисеевич, но ведь по сути залоговые аукционы, поправьте меня, если я не прав, проходили следующим образом. Фактически крупные компании, они давали кредиты государству под залог крупных государственных предприятий. Дальше государство эти кредиты не возвращало, и эти крупные государственные предприятия, они переходили в собственность тогдашних крупных банков типа Минотепа и других, правильно? Да, все верно вы говорите, но в этой ситуации есть вполне понятное объяснение. На конец 91-го года денег ни у кого в стране не было. Весь свободный объем свободных средств исчислялся буквально процентами от того уровня, который заслуживал в оценке основные фонды или основной капитал России. Было два варианта. Первое – открыть границы для иностранных инвесторов и разрешить покупать собственность всем – и отечественным собственникам, и иностранным. Для меня и для всех людей было совершенно очевидно, для всех, кто этим занимался, для Егора Гайдара Чубайцева, в общем, всех ребят, которые профессионально этим занимались, было совершенно очевидно, что это означает распродажу за копейки иностранцам отечественной собственности. Но этого делать, конечно, не хотелось. А российских денег было, ну, копейки. Накопления все, которые были в Сбербанке и в других формах, там, в подушках у населения – это было копейки в сравнении со стоимостью основных фондов России. Поэтому другого пути, как вот той приватизации, ну, может быть, тот можно было более хитрый придумать. Не придумывали. Сначала были одни чеки, потом другие. Там были разные самые варианты. Это вот хорошо петь мостовой, помнить, он этим активно занимался. Но мне кажется, что выбран был один из наиболее, так сказать, один из наименее болезненных и рациональных с точки зрения экономики вариантов. Но я участник, поэтому мои оценки, конечно, субъективные. Яков Мисич, я не являюсь, конечно, экономистом, специалистом, но вот я выступаю как такой обозреватель. Я помню хорошо 2005 год в Украине. Вы наверняка знаете такое крупное предприятие, как «Реворожсталь». Очень крупное предприятие, которое было приватизировано при президенте Кучме, приватизировано за буквально копейки. И, конечно, многому это предприятие стало там притчей во языце в тот момент, во время ранжевой революции. И в 2005 году там правительство Тимошенко национализировало это предприятие и подготовило к повторной пивотизации. И тогда крупнейший холдинг мировой Арселор Миттл индийский, индийский английский, заплатил за то предприятие 5 миллиардов долларов. То есть чуть ли не в 10 раз больше, чем предыдущие бенефициары, владельцы этого предприятия. Но вот я так себе представляю, что если бы в России вот тогда, в 1995, 2006, 2007 допустили иностранцев до участия в честном аукционе, даже при том, что конъюнктура была очень плохая и стоимость актива была очень низкая, они бы все равно заплатили больше, чем заплатили тогда российские банкиры. Кроме того, мне кажется, если бы крупными предприятиями в России владели иностранцы, это позволило бы защитить право собственности уже в 2000-е годы, и российскому государству было бы сложно заниматься, скажем, изъятием от неугодных и передачей к угодным вот этой вот собственности. Вы все правильно говорите, только ситуация в 90-е годы и в 2000-е, она принципиально разная. С 91-го по 98-й российское правительство и российский парламент находились, в общем-то, мягко говоря, не в очень дружественных отношениях, а иногда и просто прямых противостояниях. И заниматься, приглашать иностранцев для продажи госсобственности в то время, может, теоретически и было возможно, но на практике это было невозможно. Более того, я точно не помню, кажется, в 95-м или 96-м году делались такие попытки, но даже внести в Думу законопроект, который позволял бы продавать госсобственность иностранным инвесторам, не удалось. У нас был такой совет по иностранным инвестициям при российском правительстве, на котором Вик Степан Черномырзин несколько раз эту тему обсуждал, но очень быстро убедился, что реально провести в жизнь это не удастся. Хотя, конечно, приглашение иностранных инвесторов было одной из такой. Мне эта идея очень нравилась, во-первых, потому что у них есть деньги, а у нас внутри страны их не было. Во-вторых, когда приходит иностранный инвестор из высокоразвитой страны, он не только приносит деньги, он приносит новые технологии, которых нам очень не хватало, в том числе в добывающей промышленности, которая содержала всю нашу экономику. Скажем, у нас даже не было проблем, которой я долго занимался в свое время, нормальных трубокладчиков, которые могли бы в условиях нашей северной страны прокладывать газопроводы с большей эффективностью, чем мы тогда это умели делать. То есть миллион технологических проблем было, но, конечно, проблем и денег было. Поэтому сегодня, оглядываясь назад, нужно об этом не забывать. В 2000-е годы уже ситуация была иная. Скажем, правительство Примакова пыталось это делать, но уже по другим причинам у него это не получилось. Яков Ильич, я пытаюсь сейчас поставить себя на место наших зрителей, и наверняка они бы задали вопрос. Ну, минуточку, Ельцин же, он смог разогнать неугодный Верховный Совет, там, Хазбулатова, Руцкого. Он смог переломить ситуацию, хотя это было очень сложно, даже во многом сложнее, чем в 1991 году переломать ситуацию. Так значит, Ельцин в 1995 году не хотел допускать иностранцев? Если бы он хотел, он бы смог переломать решение Думы? Да нет, но допуск иностранцев, это не дело президента, прежде всего должен парламент решать. Нет, так переломать волю парламента. Ну, а как, 93-й год со стрельбой по Белому дому повторять? Ну, почему? Купить просто голоса. Ну, купить голоса. Купить договориться тогда. Это не ко мне вопрос, я не знаю, кто мог этим заняться. Покупить голосов – это дело очень такое неприятное и грязное. Ну, Яков Мисеевич, это дело грязное. Ни я, ни Гайдя, ни Чубай с этим не занимались никогда. Яков Мисеевич, я понимаю, просто мы говорим с точки зрения вот интересов в тот момент, да, и видения Ельцина, как он воспринимал эту ситуацию. Мне почему-то кажется, что если бы Ельцин внутри себя вот понимал, что можно это делать, можно допустить иностранца до приватизации, он нашел бы приводные ремни, воздействие на депутатов с тем, чтобы они проголосовали тогда за то решение, вот даже при том, что Дума была анти-Ельцинской и про-такой коммунистической. Ну, есть два варианта решения проблемы. Это или насильное со стрельбой, или за счет средств денег. у Ельцина не было даже на оплату долгов России, не говоря о том, чтобы найти деньги, чтобы покупать парламент. Ну, это было не вовы стиле. Он этим бы не стал заниматься, как мне кажется. Вообще поговорить с Юмашем он лучше знает. Но мне кажется, это было не в теме для Бориса Николаевича. Яков Моисеевич, вот это дело связи инвеста, вот приватизация связи инвеста, и вот эта вот история, которая погубила во многом как бы правительство реформаторов, да, если не ошибаюсь, по сути, тогда из-за этого дела одной из жертв стал Виктор Черномырдин, и он вынужден был уйти в отставку вместе с Чубайсом, да, Немцов остался в правительстве, но в принципе, конечно, это во многом, ну, вот поменял вектор развития страны, потому что центральные каналы ОРТ и НТВ обливали молодую команду реформаторов грязью, да, ну, это факт, да. Вот, как я понимаю... Березовский во главе стоял. Да, да. Как я понимаю, как я понимаю, вот, Антоний Борисович Чубайс в тот момент считал, что вот 95-й год прошел, 96-й год прошел, и необходимо проводить аукцион честно, да, вот так, как он должен быть. Но Березовский, Гусинский, они считали, что необходимо проводить приватизацию связи инвеста так, как проводились залоговые аукционы в 95-м году, потому что связь инвеста был частью вот этого залогового пакета. Но Чубайс тогда уперся в эту ситуацию, хотел делать так, как вот правильно, по закону, так как он это видел. Как вы считаете, стоила игра свеч, и действительно нужно ли было так держаться за этот связь инвест, а не просто его отдать там этим олигархам, но зато бы сохранилось правительство Черномырдина, и еще сделало бы много хорошего. Так вот, дело же не в связи инвести, а дело в том, что или калитку для распродажи государственной собственности, как раньше выражались, по блату, надо открыть или закрыть. Здесь половинки нет. Приоткрыть невозможно, приоткрыть и потом закрыть тоже невозможно. Значит, или распродажа госсобственности по блату, или нормальная приватизация, как она и была, прошла начиная с 97-го года. Тяжело там, со скрипом, с потерями, но все-таки. И 97-й год, это первый год был, в котором, кстати, ВВП в России не сильно упал, и даже чуть-чуть возрос. Там есть разные оценки, но где-то вокруг нуля колебался. То есть началось восстановление экономики. Ну и как бы там все дальше произошло, есть мировой кризис от конца 90-х годов, который еще усугубил нашу ситуацию, который начался тогда еще. В Корее потом распространился на весь мир. То есть там было масса проблем и внутренних, и внешних, которые по существу погубили эту идею. То есть правильно ли я вас понимаю, что аргумент Березовского о том, что вот давайте приватизируем связь инвест так, как мы приватизировали до этого, и на этом закончим, на этом начнем все с чистого листа, это аргумент на самом деле? Нет, ну какой это аргумент? Спец в жизни, да? Калитку откройте, а дальше посмотрим. Я понял. И кто будет смотреть, и как смотреть тогда было, ну совершенно очевидно, учитывая все возможности, которые тогда были у Березовского, с одной стороны, с так называемой семьей, с другой стороны, у Гусинского, средства массовой информации, для меня, да и не только для меня, для всех, кто более-менее в правительстве за это отвечал, было очевидно совершенно. Если мы хоть чуть-чуть эту калитку приоткроем, распакнутся ворота, и начнется, так сказать, то, что, не дай Бог, чтобы началось. Я вот как-то просматривал на Ютубе, находил интервью Сергея Кириенко, которое он давал сразу после выборов, нет, интервью, которое он давал до думских выборов 99-го года, и там он вспоминал кризис 98-го года и говорил о том, что после своей отставки он еще несколько месяцев думал, изучал все документы, стенограммы правительства, стенограммы заседания Думы, пытаясь понять, в чем была та системная ошибка, которая допустила правительство, приведшая к кризису 98-го года. Я где-то слышал, что многие предупреждали правительство о грядущем кризисе, дефолте, даже одним из них был, одним из таких людей был Андрей Иларионов. А почему, на ваш взгляд, правительство допустило тогда дефолт? Было ли правильно объявлять дефолт? И почему не объяснили обществу причин? И как бы не создали эту подушку безопасности? Почему допустили дефолт? Варианта было два. Или дефолт, или печатать деньги и наводнять страну деньгами. Второй вариант был с точки зрения рядового гражданина самый тяжелый, поскольку, как известно, во время девалюации большинство страдают люди, которые живут на зарплату. Поэтому на это правительство не пошло. Исходя из того, что большая часть населения все-таки живет на зарплату, а инфляция, и тем более девальвация, она больше всего бьет по наименее обеспеченным слоям населения. Это первое. Второе. Что касается привлечения иностранных инвесторов, я уже говорил, этот путь был закрыт Государственной Думой, которая принимала специальные законы, запрещающие привлекать иностранного инвестора. Да и не много было желающих, которые понимали, что политическая ситуация в стране неустойчивая. Немногие иностранные инвесторы хотели рисковать своими деньгами. Были, конечно, такие, но очень немногие. Поэтому для меня сегодня, с точки зрения уже далекого прошлого, я уже давно не в правительстве, мне абсолютно очевидно, что было два варианта или выйти из кризиса за счет населения, или принять удар на себя с дефолтом, с подставкой правительства, совершенно очевидной. Об этом Дубин, кстати, в своей книжке очень хорошо написал и совершенно откровенно сказал. Он тогда командовал парадом и он четко понимал, что... Руководитель Центробанка. Да, 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 что можно, значит, наводить экономику пустыми рублями. Это приведет к огромной инфляции, девальвации рубля и так далее, но от этого больше всего пострадает население. Другой вариант, вот это тот же самый, те самые займы, но займы, очевидно, ведут к дефолту, поскольку расплачиваться просто нечем будет. Это было осознанное решение, хорошее, плохое, не мне судить. Я считаю, другого просто не было. Все другие были хуже, вот так я бы сказал. Яком Исич, я вот так себе представляю, вы, будучи министром экономики, вы постоянно готовили, ну, вот там, законопроекты, уверен, которые там заваливались Думой и, безусловно, вам не хватало поддержки в парламенте. Я задавал вопрос Андрею Нечаеву, повторяю его вам. Вот в 93-м году все-таки на фоне разгона Верховного Света рейтинг Ельцина был достаточно высокий. И его поддержали тогда все, общественные журналисты, поддержали его все. Почему не была создана вот партия реформ? Фактически, демократы пошли там двумя или тремя даже колоннами, но в основном это была партия Российского Единственного Согласия и демократический выбор Гайдара. И они раскололи демократический электорат и не создали основу парламентскую для проведения реформ. Почему Ельцин в этом не был заинтересован? Ну, я не могу за Ельцин говорить. Я не на самом деле многое чтобы отвечать за Бориса Николаевича. За себя я скажу так, что мы приходили, когда в правительство, считали, что мы, в общем, занимаемся экономикой. А вот там Ельцин, Бурбульс и так далее, пусть они занимаются политикой. Это, конечно, была существенная, серьезная ошибка. Как-то я, честно, Ленин учил, политика и экономика неразрывны. И это опыт подтвердил. Нельзя заниматься только политикой, нельзя заниматься только экономикой. Они сильно-сильно друг от друга зависят, переплетаются. Поэтому, конечно, считаю, что грубейшая ошибка была то, что в 93-м, точно после всех этих событий октября 93-го надо было формировать дееспособную партию, которая, может быть, не была бы массовой, но зато была бы достаточно сильным, как классики марксизма и ленизма говорили, приводным ремнем к массам. Такой партии не было создано, это была серьезная ошибка реформата. Яков Моисеевич, говоря о том, что случилось в 2000-е годы, вот эта идея, с которой носился Ходорковский о необходимости слияния Юкоса с крупным американским концерном, если я не ошибаюсь, и выхода Юкоса на открытую американскую биржу. Вот если бы эта идея реализовалась, состоялась, она бы поменяла, а в какой-то степени изменила отношение власти к собственности, удалось бы, скажем, собственности и крупным собственникам отстоять свое право на эту собственность. Мое субъективное мнение, что это только бы обострило ситуацию, и под лозунгом «Долой распродажи государственной собственности гадам-иностранцам» началась еще большая буча, чем потом, чем было в жизни. Я не специалист, конечно, вот в этих делах, но, как мне кажется, это привело бы к еще большим проблемам. И я не очень верю, что можно было реально найти такого серьезного инвестора, который в долгую в той политической ситуации вложился бы в нашу экономику. Яков Мисеевич, вот я где-то читал, что вот в середине 90-х годов, особенно, скажем, вот этот, мы говорим о периоде до большой приватизации. Отчасти, почему было принято такое политическое решение приватизировать крупные предприятия? Потому что красные директора, которые тогда еще были на этих предприятиях, они, по сути, если не разворовывали предприятия, то они, ну, точно они не были эффективны, и фактически царило в акханале на этих предприятиях. Насколько эти утверждения правдивы, что они доводили предприятия до банкротства? Ну, весь опыт Советского Союза после войны показал, что все эти красные директора, они не являются, как теперь выражается, эффективными менеджерами. Что происходит на крупных предприятиях, ну, я достаточно хорошо знаю, поскольку активно занимался этим, отвечал за промышленную политику в правительстве, и очень много общался со многими из них. Некоторые из них были вполне порядочные, квалифицированные, грамотные люди. Такие ребята были в Екатеринбурге, да и у нас здесь, в Москве. А некоторые ребята, они, в общем, в этой мутной водичке ловили достаточно крупную рыбу. Таких было, думаю, что больше половины. Красный директор, это всегда человек, который пользовался абсолютной властью на своем предприятии, обычно вместе с парткомом и завкомом, а реально относился к этому предприятию как к своему собственному, не отвечая ни за что, получал все доходы от этого предприятия. Другое дело, что тогда понятие дохода было очень такое ограниченным. Их нельзя было обратить в реальную собственность, была только государственная собственность. Ну, может, было там пару автомобилей или пару дач купить, съездить куда-нибудь отдохнуть за границу. А реально вложить и превратиться в эффективного собственника или капиталиста, как это тогда говорили, тогда было просто невозможно. Это был такой тупиковый вариант. И из-за этого, конечно, вся советская так называемая промышленность в России находилась в таком упадочном состоянии. Буквально по пальцам можно было пересчитать предприятия, в основном добывающие промышленности и совсем мало предприятий, может, за исключением авиационной, вырабатывающей промышленности, которые работали эффективно. Ну, нет собственника, нет эффективности. Это Советский Союз доказал очень наглядно. Поэтому дилемма, которая стояла в середине 90-х годов, не заключалась в том, сохранить или не сохранить красного директора. Первое, надо было разобраться данные красного директора в состоянии реально управлять предприятием, он может только пользоваться своей должностью директора, строить себе дачи и купить машины. Если может, продолжай работать. Если нет, то надо было менять и искать людей, которые взяли бы на себя ответственность за то, что предприятие выжило. Как-то подошло с многими из предприятиями в России, начиная с Северстали и кончая екатеринбургскими предприятиями тяжелой промышленности, подмосковным метроводгонмашем и так далее. Это была такая серьезная проблема, которая экономически и нравственно такую тяжелую задачу составляла. Джеймс Бейкер, госсекретарь США при Джорджа Буша Старшем, он в свое время говорил о том, что Соединенные Штаты не оказали поддержку демократическому правительству Гайдара, просто потому, что внутри Соединенных Штатов и Конгрессу было бы сложно объяснить, почему еще вчера воюя с Россией, с Советским Союзом, империей зла, теперь мы, мол, им помогаем выжить в этой ситуации. Политически это было очень сложно. На ваш взгляд, если бы в тот момент правительство Гайдара получило серьезную макроэкономическую помощь, удалось ли провести мягче реформы и удалось ли все-таки сохранить это реформаторское правительство на продолжительность власти? Я на этот вопрос ответить не могу, но начну с другого конца. Я не знаю, кому говорил Бекер, но я очень много в то время, в конце 1991-1992-1993 года, да и позже общался с видными американскими государственными деятелями. И по существу у меня сложилось впечатление, что они не помогали не по тем причинам, о которых вы сказали, а потому что просто не верили, что в России правительство Гайдара, а потом правительство Черномырдина просуществует сколько-нибудь долго. И поэтому не хотели вкладываться и терять свои деньги. А политика тут стояла на втором месте. Люди не хотели рисковать своими деньгами, не веря в это правительство. Вот моя оценка ситуации. То есть я правильно понимаю, что они ждали, что за демократическим февралем придет Красный Октябрь? Да, они считали, что долго правительство не продержится, что Красный вернутся к власти, что большинство российского народа поддерживает коммунистов и так далее. Это такое заблуждение, которое хорошо описано во многих книжках. Лучше всего Бжезинский об этом написал. Он сознался в том, что он не верил, что в России может произойти отказ от социализма и переход к капитализму. Яков Массич, последние семь лет Россия живет под санкциями, которые были наложены после аннексии России Крыма. И на ваш взгляд, как на экономиста, санкционная политика Европейского Союза эффективна? И вообще, насколько Россия сумела адаптироваться к новым экономическим реалям? Ну, так или иначе, безвыходных ситуаций не бывает. Конечно, адаптировалась, тем более опытом у нас уже было еще с советского времени, когда там всякие санкции против... Ну да, поправка Джексона Веника. Да, 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 все, я хорошо знаю всю эту историю. Но дело же не в этом, а дело в том, что Россия в значительной мере потеряла и финансовые ресурсы, а главное технологические возможности. Как я уже говорил, иностранные инвестиции это не только деньги, это новые технологии, новые современные технологии, которых нам, как я считаю, и в нулевые, и в десятые, и до сих пор очень сильно не хватает, причем в наших ключевых отраслях, в угольной промышленности прежде всего, в нефтегазовой, конечно. Да, уж об обрабатывающей я и не говорю. Пример автомобильной промышленности по-моему у всех на глазах по сегодняшний день. Поэтому для меня иностранные инвестиции, приход иностранных инвестиций в страну это не столько деньги, сколько новые современные технологии. Весь мир живет, обмениваясь передовыми технологиями. Мы сами себя вычеркнули из этой системы обмена. Или если не вычеркнули, то в значительной мере для себя ее сузили. Считаю, что это ошибка. Мы больше пострадали тем от этих санкций. Мы говорили, что мы этими санкциями кого-то обидим, плевать им всех на наши санкции. Весь оборот мирового рынка мы занимаем в обороте мирового рынка 2,3 процента. Крупные международные компании на это внимание особо не обратили. А вот для нас потеря доступа к современным технологиям и к дешевым финансовым ресурсам, они у нас видно, на рынке явно подорожали, для нас это, конечно, достаточно серьезный ущерб. Яков Моисеевич. Мы должны развиваться быстрее, если бы этого не сделали. Здесь политика подмешала экономике. Яков Моисеевич, смотрите, в начале 90-х годов, когда разводился Советский Союз, Европейский Союз, он вел, вот у него было два видения. Первая политика в отношении бывших государств СЭВА, светоэкономической взаимопомощи, то есть сателлитов Советского Союза, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии. И вот к ним еще присоединились прибалтийские государства, три, которые вот и Латвия, Литва, Эстония. И вот с ними было подписано так называемые Европейские соглашения, которые определили их вступление постепенно в ВТО и подписание зоны свободной торговли с Европейским Союзом. В отношении стран именно постсоветских, да, вот всех остальных 12 республик были приняты так называемые соглашения о партнерстве и строительстве. Вы, наверное, знаете, с Россией оно было подписано в 93-м году, с Украиной подобное соглашение было подписано в 94-м году. И там, конечно, была очень сложная процедура. В общем, Украина добралась за 20 лет, а вот у нас сейчас есть зона свободной торговли, соглашение об Истатусе с Европейским Союзом. Это заняло 20 лет. Как вы считаете, вот если в тот момент Европейский Союз, например, вот открылся для российских товаров, подписал зону свободной торговли с Российской Федерацией, все-таки ничто так не сближает стороны, как экономика. Вот я просто пытаюсь понять, вот мы проговорили про Соединенные Штаты, Европейский Союз все сделал для того, чтобы в России удержалась демократия, не было бы скатывания в авторитаризм. Вот сделали они все? Ну, вы знаете, вот здесь для меня самый яркий пример, при помощи которой я пытаюсь ответить на ваш вопрос от Словакии. Из всех стран бывшего соцлагеря Словакия получила самую минимальную помощь от так называемого мирового экономического сообщества. Сегодня Словакия из всех этих стран далеко обогнала все другие страны бывшего соцлагеря, находятся на далеком-далеком первом месте. И об этом прежде всего свидетельствует то, что если вы там бываете, наверное, обратили внимание, если в Братиславе побываете, побудете, как правильно сказать, по-русски не знаю, но если поехали... Несколько раз в Братиславе. Я был несколько раз в Братиславе. Обратили внимание, что в Братиславских магазинах полно граждан из Германии. Немцы приезжают на своих автомобилях, там стоящее небольшое, и покупают товары, потребительские товары в Словакии. Ну, некоторые, я вам скажу, что учитывая то, что Братислав 20 километров от Вены, некоторые австрийцы не живут в Братиславе, поскольку дешевле, вот этот ответ на ваш вопрос. Словакия почти ничего не получила от европейского сообщества, провела жесточайшую экономическую реформу, никакой помощи, как в других странах, своим крестьянам и так далее они не оказывали, выжили сильнейшие, многие разъехали в Словакию по всему миру, как сами словаки говорят, что, к сожалению, много словаков работают официантами в западных ресторанах и так далее. Это был тяжелый удар по словацкому населению, но зато экономика Словакии так рванула вперед, что намного обгнала всех других стран. В свое время считалось всех стран, что впереди всех Чехия, Венгрия и так далее. Сейчас Словакия намного впереди по уровню экономического развития, по благосостоянию населения, намного впереди Венгров и Чехов и всех остальных. Жесткая реальная реформа, которая была проведена в Словакии. Вот ее результат. Это ответ на ваш вопрос. Если бы мы в России сумели бы провести действительно жесткую экономическую реформу, а не те вялые шаги, которые в жизни случились, думаю, что мы сегодня живем намного лучше. решили. И вот последний вопрос, который хотел задать. Недавно Герман Греф выступил с прогнозом о том, что ближайшие 15-20 лет случится кризис патрономики, мир уходит от патрономики, несмотря на даже тот взлет цен на газ, который мы сейчас наблюдаем. Понятно, экономика мировая восстанавливается и понимает цен на газ. На ваш взгляд, учитывая то, что российская экономика по-прежнему остается сырьевой, какой урон для российской экономики даст уход мира от этой патрономики, от сырьевой экономики? Сейчас принято говорить о зеленой революции, что все эти углеводороды будут заменяться другими источниками энергии и так далее. Для нас это серьезные проблемы, к которым надо всерьез относиться. Думаю, что в перспективе до 30-го года примерно, может меньше, может чуть больше, у нас есть время для того, чтобы всерьез заняться верификацией собственной экономики. У нас есть то, что нет ни у кого в мире. Это, прежде всего, черноземы российские. Можно развивать сельское хозяйство и весь аграрно-промышленный продовольственный комплекс. И за счет этого первое, за счет чего может Россия жить. Второе, у нас так или иначе, благодаря той системе образования, которая была выстроена еще в СССР и продолжала строиться потом в России какое-то время, у нас достаточно высокий интеллектуальный потенциал. И поэтому есть возможности экспорта высоких технологий. И вот я считаю за счет этих двух источников чернозем и интеллектуальный потенциал Россия при соответствующей экономической политике, при соответствующей внешнеэкономической и внутриэкономической политике, при соответствующих мерах, которые можно было бы принять буквально везде в налоговой реформе, в реформе доходов населения и так далее. Серьезные, трудные реформы, но если их осуществить в течение 10-15 лет в России могла достаточно сильно рвануть вперед. Жить в той системе экономических отношений, в той институциональной среде, в той системе законов, постановлений и так далее, то есть, как принято говорить, институциональной среде, в которой мы живем сейчас, будем там развиваться где-то вокруг нуля каждый год, процент роста ВВП где-то вокруг нуля каждый год. Это не выход из положения, это такая вялотекущая стагнация, из которой очень тяжело выбираться, из кризиса выйти легче. Кризис это ты упал на дно, от дна оттолкнулся и полетел вверх. А вот вялотекущая стагнация, это вот как кисель, от которого оттолкнуться нельзя, вот как из нее выходить, это серьезная задача, из нее можно выходить только при помощи достаточно серьезных экономических и подчеркну политических реформ. Как я уже сегодня говорил, экономика и политика связаны, значит, поэтому нужна многопартийная система, она породит конкуренцию в политике, конкуренция в политике возродит конкуренцию в экономике. Сейчас мы в экономике конкуренцию почти потеряли. В каждой отрасли есть монополист, который рулит рынком. И, конечно, это приводит к торможению, стагнации и так далее, загниванию, как марксисты Ленинцев или когда-то говорить, что отсутствие конкуренции ведет к загниванию. Вот сегодня мы в такой ситуации находимся. Монополизированы многие, прежде всего сырьевые, а потом другие отрасли промышленности. Монополизация ведет к отсутствию конкуренции, конкуренция ведет к стагнации. Если мы не примем серьезные решения и политические многопартийности, и экономические изменения отношений собственности и так далее, и так далее, то думаю, что такого светлого будущего нам еще долго-долго придется ждать. Кстати, вот то, о чем вы говорите, вот оно перекликается с тем, что недавно написал Алексей Кудын, говоря о том, что российская экономика в сравнении с другими экономиками, она на фоне коронавируса провалилась всего на 5%, если я не ошибаюсь, просто в силу того, что это экономика госсектора, и госсектор, он, естественно, поддерживается государством, в отличие от европейских экономик, и экономики США. Конечно, это все верно. Яков Моисеевич, после сектора, у нас же бешеный шанс золотовалютной резервы, который позволяет правительству варьировать ситуацию, 500 миллиардов долларов золотовалютной резервы, то есть в кубышке лежит, и половина из них не работает, хотя бы могла работать. Яков Моисеевич, последний вопрос, вот пытались всегда посчитать, сколько Советскому Союзу стоила его внешняя политика, и, если я не ошибаюсь, это в книге Гайдара, читал развилки новейшей истории, которую он написал, и там он как раз писал о выборе, который стоял в конце 80-х годов на фоне падения цены на нефть, либо продолжение этой внешней политики, которая была, и выпуск средств в пустую, либо окончание всей этой истории с внешней политикой, абсолютно непродуктивной, когда страны-сателлиты просто брали деньги у Советского Союза, и все, и проведение внутренних реформ, то есть, от чего-то нужно было отказываться. Вот сейчас, вот на фоне российской внешней политики, на фоне аннексии украинского Крыма, на фоне белорусской истории, когда постоянно Лукашенко доит Российскую Федерацию, на фоне других каких-то историй, сколько России, на ваш взгляд, условно, стоит вот ее внешняя политика? Ну, бесспорно, она стоит достаточно дорого, начиная от, я бы так сказал, от Белоруссии до Сирии. Все это очень большие деньги, а главное, это, прежде всего, бешеная нагрузка на трудоспособное население. Оно, в конечном счете, покрывает все расходы правительства. Мне кажется, что трудно оценить в деньгах те или иные меры внешней политики, я не специалист по этой части, наверное, кто-то мог бы это сделать, Леонид Григорьев, например. Я не могу здесь в деньгах это оценить, но четко совершенно понимаю, что наша внешняя политика, на мой взгляд, если мягко выражаться, неконструктивна. Я не вижу какого-либо содержательного смысла в тех действиях, которые мы предпринимаем и на Украине, поругаться с ближайшими, так сказать, нашими кровными друзьями, соседями, кончая Болгарией, Белоруссией, кем угодно. Я не вижу содержания в этой внешней политике. Я не специалист по этой части, рассуждаю больше как обыватель, чем как специалист, но мне это все очень сильно не нравится. У СССР даже всегда были союзники, начиная, не знаю, от бывших со стран, до Кубы и других сателлитов. Сегодня кто у нас в России союзник, Белоруссия, как у провинции, она питается и живет за наш счет какой-то союзник. У нас в России вот такая жуткая по-моему внешнеполитическая политика, которая привела к тому, что практически России нет серьезных соратников во внешнем мире. Яков Моисеевич, последний такой бонусный вопрос, если можно. Вот Кудрин и во многом всегда Кудрин оценивают и Кудрин хвалят за жесткую монетарную политику, которую он всегда исповедовал, которая исповедует до сих пор российской власти, которая во многом позволила российской власти пропетлять сквозь санкции и прочее. Жесткая экономическая политика, жесткая финансовая политика это такая реальная политика, когда семья живет по средствам, она не тратит больше, чем зарабатывает и счет кладывает. Очень хороший мне это очень нравится. И вот есть вот эта политика, вот этот подход, а есть подход, который сейчас возник в мире по поводу безусловного базового дохода. Когда экономисты считают, что нужно раздавать людям деньги, они пойдут покупать товары и услуги, таким образом деньги все равно винуутся в экономику и дадут рост на фоне внутреннего рынка. Вот насколько вообще вот эти две точки зрения, какая из них лучше в современном мире для развития? Это на самом деле одна и та же точка зрения. Безусловный базовый доход, он конечно рождает спрос. Спрос работает только тогда, когда есть достаточно свободных мощностей, которые можно быстро загрузить, загрузить, чтобы ответить на этот спрос. Это можно почти во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства, для того, чтобы загрузить мощность, освоить новые земли, нужно достаточно много времени, удобрения и так далее, и так далее, и главное, квалифицированного труда. поэтому, поэтому, конечно, хорошая вещь, если есть достаточно производительных свободных мощностей, то можно попробовать ослабить так называемую жесткую денежную политику с тем, чтобы простимулировать загрузку этих мощностей. Но здесь есть масса всяких деталей, нужно очень такое аккуратное управление. Это значит даже не управление автомобилем, это управление куда более сложным прибором. Надо иметь четкие измерители, не только в Центробанке, но и в правительстве, не только оценивать динамику денежной массы, но и оценивать динамику производства, производственных мощностей, достаточно недостаточно квалифицированной рабочей силы, ограничивать, не ограничивать экспорт-импорт. То есть там такое ручное управление очень высокого качества. И для этого нужно сверх, ну не сверх, а в общем, мягко говоря, очень квалифицированное правительство. Люди-профессионалы, которые профессионально разбираются в финансах, экономике, международной экономической системе, валютных делах и так далее. Очень такая сложная задача, не на один год. Но думаю, что рано или поздно нам ее придется решать. Яков Мисеевич, большое вам спасибо за это интервью. С нами был Яков Мисеевич Веринсон, в прошлом министр экономики Российской Федерации, зампредправительства и министр правительства России без портфеля, как говорят. Спасибо большое, Яков Мисеевич. Вам спасибо. Всего доброго.